Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир и очередная пятиминутка. Сегодня видеоролик не совсем стандартный. Сегодня поговорим о том, как обезопасить свой компьютер от вторжения извне, чтобы без вашего ведома никто не пихал, я извиняюсь за это слово, в ваши USB-порты, флешки, может быть, жесткие диски и прочее, прочее, прочее. То есть, это, наверное, будет критично для всех тех, кто работает в сфере обслуживания, когда вашим компьютером могут пользоваться третьи лица. И, к примеру, на флешках очень часто у нас с универа постоянно домой приносили вирусы. Казалось бы, институт, ну что, трудно что ли раскошелиться на антивирус? Но вы сами знаете, как обстоят дела в сфере образования. Я думаю, в принципе, это далеко не только проблема института. Так вот, смотрите, у меня к компьютеру подключены два жестких диска внешних и флешка. Но при всем при этом, если мы посмотрим подключенное устройство, то у нас сейчас выйдет пустое окошко, где будет только мой картридер. И, ко всему прочему, клавиатура, мышь, они работают. То есть, у нас идет такое умное отключение, что внутренние жесткие диски, они исправны, они работают. Картридер работает, а вот съемные носители, которые подключаются через USB, они отключены. Но вот смотрите, только имеется наш картридер, это диск P. Итак, как мы это сделали? Давайте посмотрим на такую замечательную программу, которая называется USB Port Locked. Программа совершенно бесплатна, то есть, вам нет смысла беспокоиться о том, что вы используете на рабочем месте, потому что программа свободно распространяется. Давайте ее запустим. И вот смотрите, если вы будете запускать ее просто так, у вас возникнет ошибка. То есть, ну, будет такой баг, что ошибка, по-моему, называется ошибка номер 13. Для того, чтобы эта программа корректно работала, вам необходимо в свойствах ярлыка поставить галочку напротив пункта запускать от имени администратора. Ну, либо запускать ярлык, экзешник, через админку. Заходим в раздел совместимости, видим, что выполняем эту программу от имени администратора. Поэтому нет никаких проблем, то есть, она запустилась сходу. Итак, давайте еще раз ее запустим. Да, разрешаю. И вбиваем пароль. Вбиваем пароль, жмем ОК. И вот смотрите, текущий статус, все USB-устройства отключены. То есть, теперь USB-порты не работают. Именно для носителей данных. И давайте нажмем Unlock USB Ports. Все ваши USB-порты были успешно разблокированы. Проходим раздел мой компьютер. Но почему-то их по-прежнему нет. Что делать? Как так? Почему их нет? А вот все дело в том, что данная программа работает по принципу Lock Folder XP. То есть, эта программа, она меняет стейтмент вашего компьютера в статус. То есть, если вы заблокировали порты, либо вы их разблокировали, после этой операции вам необходимо перезагрузить компьютер. Но учитывая, что сейчас компьютеры с SSD-дисками, то есть, это занимает 5-10 секунд, проблем никаких не будет. Вот такая вот замечательная программа. Давайте я вам даже сниму с внешней камеры, что у меня действительно подключена флешка, жесткий диск, чтобы вы видели, что это все действительно так, а я не придумываю ничего. Но все работает. Итак, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх. Надеюсь, данная программа вам пригодится. И ждите в этом выпуске, в этом году, в этом месяце, сезоне еще больше необычных приложений для операционной системы Windows. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok